Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня покажу Вам, как вяжется самый простой снуд. Так что опытным вязальщицам эта тема может показаться скучной, хотя кто знает, досмотрите это видео до конца, возможно и Вы найдете для себя что-то новое. А если Вы делаете свои первые шаги в вязании, такой простой вариант вязания снуда точно будет Вам под силу. И немного предысторий, мой милый всегда носил только меховые шапки. Про вязаные шапки не могло быть и речи, в прошлом году попросил вязаную шапку, с того момента я ему связала уже несколько шапок и теперь он ходит только в них. Еще он у меня никогда не носил в шарф, целая стопка лежит на полке и они все новые, про галстуки и речи быть не может, даже верхняя пуговка на рубашке никогда не застегивается. И вот на днях он попросил меня связать ему снуд. Но так как слово снуд он не знает, он показал на горло и сказал свяжи мне вот такую штучку. И о чудо, он эту штучку носит, ну еще бы, она ведь такая теплая, мягкая и уютная. Вязала я ее из пряжи Alize Merino Royale. Это пряжа, которая у меня осталась после того, как я связала вот эту шапку. Мастер класс есть на канале, кто не видел, ссылку оставлю внизу в описании. Там же оставлю ссылочку на магазин, где я брала эту пряжу. Всего у меня было 4 мотка. 2 с небольшим ушло на шапку, значит на снуд остается около 2 мотков. Вязать будем спицами номер 5 на леске. Набираем петли на спицы классическим образом. Кто еще не знает, как набирать петли, у меня в школе вязания есть подробный урок, как это делается, ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Сейчас я наберу небольшое количество петель, так как снуд у меня уже наполовину связан, и покажу, как вяжется каждый ряд. Только ваши ряды будут длиннее, сколько вам нужно будет набрать петель, я объясню чуть позже. Итак, набрали петли, начинаем вязать. И вот тут смотрите внимательно. Первую петлю мы всегда будем провязывать, не снимать как кромочную, а провязывать. Завели спицу слева направо в петлю и провязали ее лицевой. Дальше вяжем лицевые петли, то есть весь наш снуд мы будем вязать только лицевыми петлями. Вы уже поняли, как это классно? Например, я больше люблю лицевые, чем изнаночные. Они вяжутся и проще, и удобнее, и быстрее. Нужен урок по лицевым петлям, переходите в Школу Шкатулка Полезностей и учитесь вязать лицевые петли. Довязали все свои петли в ряду, развернули вязание. Ваш ряд будет намного длиннее. Рабочую нить заводим за работу вот так и снова первую петлю провязываем. Напоминаю, не снимаем, а провязываем. Дальше вяжем все лицевые петли, только лицевые петли. В итоге у Вас будет получаться платочная вязка. Довязываем все петли до конца ряда. Поворачиваем вязание, заводим нить за работу и снова первую петлю провязываем лицевой и дальше вяжем все лицевые. В итоге у Вас должно получиться вот такое полотно. За счет того, что мы с Вами провязываем первые петли, у нас будет получаться вот такой край. По краю не будет косички, у нас должны образоваться вот такие бугорки. Нам нужен именно такой край. Я потом покажу, как выполнить незаметный шов по такому краю. Теперь поговорим о том, сколько набирать петель. У меня получается вот такой ширины снуд. Вы можете связать для себя снуд любой ширины и высоты, лишь бы хватило пряжи. Можно связать под горло, чтобы было хорошее прилегание, а можно связать снуд в два оборота. Чтобы рассчитать петли, сначала вяжем образец. Например, набираем 15 петель и вяжем рядов 10-15. Затем измеряем его. Давайте для примера возьму круглые числа, чтобы было легче усвоить расчеты. Предположим, что у нас получился образец шириной 10 см. Мы 15 петель делим на 10, получаем полтора. Это число обозначает количество петель в одном сантиметре. Другими словами, это плотность Вашего вязания. Дальше нужно узнать, какой ширины мы хотим связать наш снуд. Берем сантиметр, прикладываем его вокруг шеи так, как хотели бы видеть снуд. Допустим, что у Вас получилось 60 см. Значит Вам нужно 60 см умножить на полтора, получаем 90. Это то количество петель, которые Вам нужно набрать. Набираем на спицы 90 петель и вяжем снуд такой высоты, который Вам хотелось бы иметь. Вязаное полотно получается очень мягкое, приятное и отлично тянется, за счет того, что мы вяжем спицами номер пять, оно не плотное и будет хорошо драпироваться. Итак, продолжаем вязать, продвигаем петли к концу спицы, нить заводим за работу, так как я показывала, и вяжем все лицевые петли. И это все навыки, которые Вам необходимы для вязания этого снуда. Это настолько же просто и легко, как в математике два плюс два, набрали петли и вяжем ряды туда-сюда лицевыми петлями. Итак, вот что получилось у меня. Как я Вам уже говорила, в нитках я ограничена и мое вязание останавливается, так как заканчивается пряжа. На данный момент по ширине у меня вышло 50 см, а по высоте 20 см. Ваш снуд может быть как шире, так и выше, мы уже решили, что каждый вяжет по своему вкусу. И когда Вы достигнете своего размера, будем закрывать петли. Сейчас я покажу два способа закрытия петель, а Вы знаете, что в шкатулке полезностей есть урок, где я показываю пять простых способов закрытия петель. Раз мы вязали снуд лицевыми петлями, то и закрывать работу будем тоже лицевыми. Способ первый. Первую петлю сняли, вторую провязали лицевой. На правой спице две петли, перекинули первую через вторую, остается одна петля. Вяжем следующую лицевую, на спице опять две петли, перекидываем первую петлю через вторую, снова провязали лицевую, перекинули первую петлю через вторую, провязали, перекинули одну через другую. Можете таким способом продолжать закрывать все петли. У Вас получится вот такая аккуратная косичка по краю, но имейте в виду, по неопытности Вы можете сильно затянуть петли и такое закрытие будет сильно стягивать край. Чтобы такого не произошло, показываю второй способ. Сделали накид от себя, провязали лицевую, на спице у нас три петли. Теперь накид перекинули через только что провязанную лицевую, затем перекинули первую петлю, снова на спице одна петля. За счет того, что мы добавили накид, у нас появится дополнительное растяжение края. Выбирайте для себя первый или второй способ, можете для начала потренироваться на своем образце. Второй способ смотрится более рыхлым и свободным, за счет этого очень хорошо тянется. При первом способе такого растяжения не получится. Итак, вязание закончено, петли закрыты, осталось выполнить шов. Для этого кончик нити оставляем примерно на две высоты снуда и вдеваем его в иголку. Для начала закрепим два уголка рядом так, чтобы линия края была ровной, без всяких ступенек. Выводим иголку на лицевую сторону. Теперь смотрим на поперечные линии рядов и соединяем их друг с другом. Заходим попеременно в петлю с одной стороны, затем в петлю с другой стороны. И здесь Вам нужно внимательно посмотреть на расположение бугорков в ряду. У нас идут поочередно бугорок чуть выше, следующий бугорок чуть ниже, а самый крайний получается еще ниже, так вот он нам не нужен. Иголку заводить будем вот сюда. И в этом ряду так же. Так, продолжаем попеременно захватывать петли с обеих сторон и у нас получается матрасный шов. Следите за тем, чтобы нить, которую Вы сшиваете, не стягивала полотно. Смотрите, какой получается шов. Если не приглядываться, его не видно. С обратной стороны шов более заметен, но на ощупь он не прощупывается. Получилось однородное полотно без какого либо утолщения в шве. Перед тем, как закрепить нить, еще раз потяните ее, чтобы шов не был стянут. И теперь делаем последние стежки так, чтобы край изделия получился ровным. Далее будем с изнаночной стороны прятать нить. Выводим нить с изнаночной стороны и начинаем проходить иголкой по ближним петелькам. Смотрим, куда могла бы пойти нитка, чтобы это было незаметно. Уведя ниточку как можно дальше от края, обрезаем лишнее. Затем разделяем нить пополам и при помощи крючка продеваем одну из половинок нити через петлю. Теперь завязываем узелок. Этот узелок получится маленьким и незаметным, так как мы связывали не толстые нити. И в заключении по отдельности прячем оба хвостика в петлях и обрезаем лишнее. Со вторым хвостиком поступаем точно так же. Затем прячем вторую нить таким же образом на другой стороне. Вот такой снуд получился у меня. Уверена, что Вы тоже справитесь с лицевыми петлями и у Вас все получится. На этом мой урок закончен, если возникли вопросы пишите их в комментариях или просто что нибудь пишите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вяжите больше, вяжите лучше, вяжите с удовольствием. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.